Привет дорогие друзья, снова с вами Замбирус. Я открыл большую часть контента второго сезона 2042. Достаточно поиграл на новой карте, в основном я играл в режиме прорыв. Ну а это значит, что можно взять и со спокойной душой бахнуть обзор второго сезона Battlefield 2042. Но вы в комментариях обязательно напишите, какие ваши впечатления от второго сезона Battlefield 2042. Что понравилось, а что нет. Ну а также не забывайте ставить лайки, делать репост видосика, ну и конечно же залетайте в мой телеграм-канал. Новая карта, по словам студии DICE, ориентирована на пехотный бой. Можно я немножко иначе скажу, что из себя представляет новая карта? Это первая полноценная пехотная карта для 2042. Если мы конечно не берем в расчет карты Battlefield 3 и Bad Company 2, которые были еще в первом сезоне, добавлены в основной режим. Да-да, вы правильно понимаете. Спустя 10 месяцев после релиза 2042 мы получаем карту, которая может предложить пехотный геймплей. Ситуация, знаете, настолько смешная, что даже я, человек, который терпеть не может операцию метро, операцию в заперти на 64 каски в режиме захват, начал любить подобный геймплей. Это насколько надо было сделать плохие карты, что не самый умный и не самый крутой геймплей метро в заперти можно считать прям эталоном пехотных зару. Но да, мы дожили до таких времен. И знаете почему данная карта стала хорошей в пехотке? Все просто. DICE отказались от идеи создания карт под 128 человек и полностью закрыли поддержку Hazard Zone. То есть мы получили 7 карт, которые ориентированы на 128 человек и режим Hazard Zone, и они абсолютно неиграбельные в пехоте. И вот как только они от этого отказались, мы получили карту, ну которая хоть по каким-то стандартам может предложить интересный геймплей. Карта в режиме прорыв это единственное место для пехотинцев во всем 2042. И на самом деле эта карта довольно интересна и приятно играется. И даже не сравнится с этой квази кишкой а-ля в заперти с картой открытия. Там тоже неплохо игралось, но намели на 2-3 головы интереснее. Вот допустим первый сектор в режиме прорыв чем-то, знаете, напоминает карту Вальпарисио. Возможно это связано, что тут тоже тропики, тоже есть какие-то высоты, которые доступны атакующим. Есть довольно неплохие фланговые обходы по берегу, как в принципе было на оригинальной Вальпарисио. Второй сектор очень сильно напоминает карту Тень Гиганта в режиме прорыва. Сам контейнер ВОЗ является, знаете, неким омажем на тот разбитый дирижабль. Здесь такие же фланговые обходы, то есть выходите из контейнера ВОЗа, идете вдоль его борта, а потом заходите просто в спину к противнику, закидываете его С4 и получаете безумное удовольствие. Последняя пара довольно странная, потому что она просто тупо открытая. Но из-за того, что на данной карте недоступна техника, в принципе она играется довольно терпимо. Ее как можно отстоять в обороне, так и в принципе можно пронести в атаке. Если бы тут появилась техника, конечно были бы большие проблемы, особенно воздушная техника. Допустим, если бы обороне выдали вертолет, то у атаки не было бы никаких шансов. И примерно такая же ситуация, если бы атаки выдали вертолет, то тут людей бы тупо не выпускали бы с респы. Хочу сказать, эта карта в принципе раскрывает всех специалистов 2042, кроме одного. Это Сандэнс. Но с другой стороны, Сандэнс и так получила 7 карт, которые созданы чисто под ее идиотский костюм-крыло. На второй день после выхода сезона, Дайс начали резко раздавать нерфы. Например, Пайк получила нерф своего валхака. Это забавная ситуация тоже. Когда не было карты на миле, Пайк была бесполезная, потому что какие стены светить на картах, которые из себя представляют открытые поля, на которых размазано 100 с лишним игроков. И как только появилась карта, которая дает смысл этого валхака, надо его нерфить. Причем конкретно нерфить. И знаете, у меня возникает ровно один вопрос к разработчикам. Дайс, когда вы п***ли идею специалиста Пайк из Black Ops 4, вы думали, что вы творите? Потому что в Black Ops 4 есть тоже мужик-азиат, у которого забрал и который красным светом светит через все стены. И знаете что? Это один из немногих специалистов Black Ops 4, который был довольно клево сбалансирован за счет долгого отката его способности. То есть вот эта просветка, ты ее не мог ПКД прожимать каждый раз после спауна, как это сделано в 2042. Ну потому что ярче, они все же, когда создавали систему специалистов, они включали голову. А дайсы просто криво переписали с чужой парты этого специалиста, запихнули в игру, где он был бессмысленный, потому что на открытых картах, рассчитанных на 128 человек, негде светить. А как только появляется пехотная карта, типа он светит слишком эффективно. И к сожалению, да. Кончились те времена, когда можно было просветить в дым, закинуть C4, сделать минус 10. В принципе, по геймплею этого видео можно увидеть, как Пайк очень эффективно работает на этой карте. Ну а так, я считаю, что дайсам надо начать придумывать что-то свое, а не пытаться как-то криво реализовать механики Call of Duty, которая вышла 4 года назад. Стволы из батл пасса на данный момент самая спорная часть этого сезона. Например, новая штурмовая винтовка АМ-40, она же АМ-17 в реальной жизни, поломана на данный момент. Первое, что вам бросится в глаза, стандартный магазин. Если посмотреть на карточку оружия, то там указано 30 патронов, а в игре стандартный магазин на 20. Но это еще не самое страшное, что они сделали с АМ-40. Второй косяк, который замечен, очень сильно портит впечатление об этом оружии. Они накосячили и выдали неправильный множитель урона при попадании в голову. По дефолту у всех штурмовых винтовок он должен быть 2.15. По какой-то причине Дайс решили ППшный множитель урона в голову выдать 1.25. Из-за этого в данный момент пушка невероятно отвратительная. Один из худших стволов 20.42 на данный момент. Потому что урона как у зефирок. Темп стрельбы бешеный, патронов нет, урона в голову нет. Высокая отдача. Дайс обещает починить множитель урона в одном из следующих патчей. Переделать пайк без патча, то есть изменить 2 или 3 параметра ее обилки, они могут. А изменить один параметр у АМ-40 они не могут. Для этого надо выкатывать целый патч. Ну в общем, Дайс, продолжайте классно следить за обстановкой в диспетчере задачи. Мне лично не ясно, почему они так слабо реализовали кастомизацию АМ-40. Смотрите, у нас есть М5А3 и ВСС. Оба ствола обладают довольно интересными модулями для кастомизации этого оружия. Допустим, М5А3 можно переделать в штурмовую винтовку, а можно переделать в пистолет-пулемет через смену калибра. И это довольно прикольно играется, то есть вносит какое-то разнообразие. Ты эту пушку можешь использовать как ПП-шку, а можешь использовать как полноценную штурмовую винтовку. И примерно такая же ситуация у нас с ВССом. Его можно использовать как снайперку, но через смену магазинов вы можете из него сделать типа АС-вал. Сделано это на манер МВ-19 года, и для аркадного шутера подобная условность, ну она в норме. И понимаете, подобная кастомизация дает больше разнообразия в столь маленьком количестве стволов. Ну на самом деле, когда по факту ты в лице одного ствола получаешь два ствола. А в том же МВ-19 года или в Вангарде, в принципе, один ствол можно переделать в три абсолютно разных. И при этом подобная кастомизация делала отвратительную прогрессию стволов 2042 более-менее терпимой. И понимаете, подобную же фишку можно было реализовать и на АМ-40. Когда концерт Калашников представил свою переделку малогабаритного автомата Другунова, то они показали, во-первых, АМ-17, которую мы получили в Battlefield 2042. Именно этот вариант использует 545, то есть наши любимые советские пятерки. А также они показали автомат специальной АМ-17, у которого интегрированный глушитель и питается он уже патронами 9х39. Как понимаете, 9х39 у нас есть в игре. У них прописаны характеристики для типа варианта штурмовой винтовки. Посмотрите на вал. Нарисовать надо было просто интегрированный глушитель и сделать возможность превращения АМ-17 в АМ-Б-17. И все. Было бы шикарно. Но по какой-то причине DICE продолжают смотреть в диспетчер задачи. Стволы из Battlefield 3, которые доступны в основном в режиме 2042. М-16 и М-60. Я не знаю, может я какой-то кривой, но это максимально странное оружие, из которого неприятно стрелять. Из-за чрезмерной визуальной отдачи, чрезмерной реальной отдачи и от странного разброса пуль. Пушки портала такое ощущение, что просто-напросто не настроили или плохо настроили, потому что стрелять из них больно. Больно и неприятно. Но справедливости ради, допустим, АМ-16 гораздо лучше, чем АМ-40 в плане геймплея. И в принципе, если вы хотите сейчас прокачивать АМ-40, можете просто забить и ждать следующий патч, когда пушку починят. И лучше уж переключить свое внимание на АМ-16. Но он веселенький. В ближнем бою он нормально играется, а вот на дальняк это что-то нечто. Но еще хуже на дальняке играется АМ-60. Эта хрень сошек обладает дикой отдачей, дикой визуальной отдачей. Все пули летят в молоко. То есть попытка прострелять один сектор вот этого контейнеровоза, это... Ну, там в человека попасть невозможно. Все пули летят веером вокруг него. Я не понимаю, они вообще... У них был какой-то контроль качества? Потому что как минимум три ствола второго сезона 2042 поломаны. Один в принципе недоступен для открытия. Хотя был указан как ствол, который можно будет открыть на релизе. В общем, АМ-60 вообще не рекомендую. Забудьте худший ствол 2042 на данный момент. Есть в игре пулеметы поприятнее. Например, новый пулемет Абансис. О боже, пацаны, это... Это печенек до нерфа. То есть очень комфортная, приятная пушка. Самое забавное, что у Абансиса такая же проблема, как с АМ-40. То есть ППшный множитель урона в голову 1.25 вместо двухкратного увеличения урона. Но из-за того, что у ствола очень приятная отдача, очень стабильная стрельба, высокая точность, нормальный темп стрельбы, из него стрелять комфортно и этой проблемы ты не замечаешь. Я просто представляю, что будет с Абансисом, когда ему починят множитель урона. Это будет самая злая пушка во всем 2042, как в свое время был тот же печенек. Следующая супер-мета имба... Новая вторичка. Новая вторичка просто убила весь класс пистолетов в игре, потому что DICE решили подойти сбалансированно к проблеме автоматической вторички. Они просто выдали ПП, то есть полноценный пистолет-пулемет на 50 патронов, который можно использовать как пистолет-пулемет. То есть разница с каким-нибудь безуманным в ближнем бою. Крис Эмвект, вы не заметите. То есть если мы вспомним Battlefield 3 и Battlefield 4, там какой-нибудь G18 является детской неожиданностью, которая просто выкидывает из себя целый магазин и все. И он создан для ситуации, когда ты бегаешь такой снайпером, бац, промахнулся, надо переключиться и так дрынь, и убить одного противника. А здесь, не, пацаны, особенно на карте на мели, и вот внутри контейнеровоза ПФ-51, или как они его там назвали, вот это чудо от Киллтека, раскрывает себя просто на полную. Он играется тупо как пистолет-пулемет. То есть баланс, нет, мы забили на баланс. Пусть у людей будет П-90 в слоте вторички. В рамках второго сезона мы получили обновление арсенала для Battlefield Portal. Аж пять стволов. Это Иоек 971 в двух вариантах. Это М249 Соу в двух вариантах. М2 Карабин. М95, звезда Бэткомпани и Бэткомпани 2. И да, никому не нужный брен. Если вы думаете, что здесь обошлось без косяков, да, М95 нельзя на данный момент открыть. Единственный способ, как его можно получить в своей ручке, это залезть в редактор логики Battlefield Portal и каким-то образом добавить его, допустим, в вариацию Гангейма. Как сделали OneBF. Большое спасибо за код подборочки. Записал, попробовал, кайфанул. Что я могу сказать про М95? Ну, по ощущениям, это NTW50, только без ваншотов тела. С точки зрения анимации, мне больше нравится Бэткомпани 2, потому что там как-то анимация сделана более мясисто, более плавно, а здесь они какие-то немножко дерганы и, в принципе, странно выглядят. А вот звук, мое почтение, постарались. Звук шикарный. Но мне лично не хватает всяких вот этих лязгов, которые были в Бэткомпани 2. А вот моделька очень странно расположена на экране, что ты с первого взгляда и не понимаешь, что это тот самый М95, который занимал у тебя полэкрана во время игры в Бэткомпани 2 или Бэткомпани 1. Так что вот так вот. М95 пока надо ждать, когда его починят, чтобы его можно было открыть. Давайте перейдем к М2. Карабину, который из Баттлфилда 5, но типа в Портале он представлен как ствол 1942. И знаете что? Это просто М2 карабин из Баттлфилда 5. Единственное, что у нее не такая запредельная отдача, как была в Пятерочке. И на мой взгляд это лучшее оружие штурмовика на данный момент во всем 1942 Баттлфилда Портал. А брен я не открыл. Я его попробовал в подборке у АнБФ и полэкрана занимает магазин, стреляет он косо-криво, медленно и неприятно. То же самое можно сказать про АЕК-971 из Батткомпани 2. Абсолютно непохожая пушка. Таска расстрельная, но никакого отношения к Батткомпани 2 она вообще не имеет. Потому что дикая какая-то отдача. Вы помните, что Батткомпани 2 АЕК улетал в небо? У нас нет постоянного урона. Единственное, что его роднит с Батткомпани 2, это наличие того самого легендарного зеленого длинного цевья. Тут они красавчики, базара нет. Нарисовали два разных цевья для АЕКа. Ну, это прикольно. Внимание к деталям, да. АЕК Баттлфилд 3 я еще не пробовал, потому что я хочу сделать отдельный лайф-ролик про АЕК из Баттлфилда 3. А еще я не пробовал М249, потому что я не фанат этого пулемета. Простите меня, пожалуйста. И тем более я его не открыл. Может быть, потом открою. Дайс добавили новый, новый уникальный гаджет. Флешку. Да-да, стандартная тактическая граната для Баттлфилда 4, для Баттлфилда 2, для всех видов Call of Duty и, в принципе, для большинства мультиплеерных шутеров. Добавляется игру про недалекое будущее через 10 месяцев после релиза. Ладно, давайте и будем свияться над тем, что через 10 месяцев после релиза появляется стандартная тактическая граната. Есть прикольная фишка. Можно менять, ну, чисто для себя, эффект взрыва, оглушающий гранат. Либо вас оглушает в белом цвете, либо в черном. Но самое главное, что по стандартному стоит белый цвет. Расист! Расист! Новый специалист. Главная фишка, это, конечно же, турель с миниганом. Как я ранее говорил, что, типа, прощайте, Борисовы нафиг теперь не нужны. Я оказался немножко неправ. Это работает только, если мы говорим про кишку карты открытия, про новую карту и про последний сектор в прорыве на карте калейдоскоп. Вот там Борис мертв после появления данного специалиста. А еще, если вы используете данного специалиста в связке с ирландцем, который перед вами поставит щит, а рядом еще и свой этот трофи-систем, активную защиту, то вы станете просто неубиваемым. Забиться в какой-то угол на каком-нибудь секторе в обороне, и все, можно получать тонну удовольствия. А если вы играете в захват, то его можно раскрыть, наверное, только вот в этой кишке на карте открытия. Но в целом специалист довольно узкоспециализированный и играется только вот в таких ситуациях, когда ты обороняешь какую-то точку в очень закрытом пространстве. А так, если брать большую часть карт 2042, то специалист абсолютно бесполезен, потому что турель в поле. Да кто его не снесет в первую же очередь? Французский краб. Новый вид техники, который появился в обнове. Он располагается в слоте тяжелой техники. То есть, ну, понимаете, это стандартная проблема 2042, у вас выбор. Я возьму зенитку или танк, или бронеавтомобиль. И вы понимаете, что это главный минус французского краба. Тут даже минус не в самом французском крабе. Краб клево играется. Это стакхаунд, полноценный стакхаунд. Быстрая, дерзкая, резкая тачка, которая идеально подходит для борьбы с пехотой. Но из-за того, что у нас создано такое идиотское разделение техники, смысла в этом французском крабе нет. Потому что тебе либо нужна зенитка для борьбы с авиацией, либо танки для борьбы с наземной техникой. Этот французский малыш похвастаться борьбой с техникой особо не может. По стандарту у него идет 30-миллиметровая пушка на 12 снарядов. С небольшим сплэшом и очень долгий перезарядок. Это, наверное, главная проблема краба в том, что очень долгая перезарядка. Потом вторым вариантом основного вооружения идет 105-миллиметровый миномет, который на 6 снарядов. Куча дамага по пехоте. Сплэш там типа терпимый. Двоих, троих, которые очень близко стоят друг к другу, вы вынесете. А вот там минус 10 сделать по площади нет. Когда вы встретите с этим минометом технику, вот тогда у вас начинаются, кстати, проблемы, потому что по технике урона практически нет. То есть если вы встретите танк, можете сразу готовиться ждать таймер в полторы минуты на новый респаун техники. Ну а третий вариант это РСЗОХа на 6 ракет. Очень странный вид вооружения, потому что мы делаем 2 залпа по 3 маленькие ракеты. И вот эта штука уже ориентирована на какую-то борьбу с легкой техникой и авиацией. Но в целом даже против Ягуарда этот тип вооружения слаб. Там надо, по-моему, сделать залпов в 6, чтобы вынести зенитку. Ну а главная фишка французского Краба это, конечно же, наличие активной защиты. Да-да, тот самый Трофи Систем, но уже для наземки. И самое забавное, что пока что на Краб не ставят никакой активной защиты. А вот, допустим, на каком-нибудь Абрам Сесеп 3, последняя модификация, или Армата, которая точно есть в 2042, есть активная защита. Но в игре не реализована. А на какой-то идиотский бронеавтомобиль они влепили активную защиту. Можно было бы сделать довольно интересную систему для активной защиты, которая была бы балансная. И я, по-моему, на одном из стримов уже рассказывал, что, типа, подкалиберные снаряды для танков могли бы проходить активную защиту. Ким Дживалины могли бы проходить активную защиту, если бьют через крышу. А они бьют через крышу только в том случае, если вы используете софлам. И так далее. Но, к сожалению, дайсы, походу, либо делают активную защиту против всех объектов, либо, ну, зачем давать танкам активную защиту. Я, если честно, не играю на технике, но, на мой взгляд, что местное разделение техники убивает ее. 2042, на самом деле, не первый Battlefield, который предложил такую идиотскую систему, когда, ну, у тебя есть три вида наземной техники, выбери один из них. Просто вспомните Battlefield 4. Там на всех крупных картах команде были доступны все типы техники. Это разведвертолет, транспортный вертолет, ударный вертолет, БМП, танк, Амтрак, зенитка, лодка, боевая лодка, и всякие квадрики, джипики и так далее. Но, на самом деле, вот эту идиотскую структуру разделения техники запустила всеми любимая игра под названием Battlefield 1, где у тебя был выбор, либо ты берешь танк, либо ты берешь артиллерийский грузовик или зенитный грузовик. Как у вас он там собран, я не знаю. Такой вот вышел второй сезон 2042. Пока что играется весело, даже несмотря на то, что я все открыл, у нас появилась карта, которую предлагает пехотный геймплей. И я, как обычный пехотинец, который еще стройки не играет на технике, наконец-то могу побегать, пострелять, покачать эти мастер-камуфляжи, там пушечки пооткрывать, поиграться с кастомизацией, что-нибудь рофельное сделать. Наконец-то! Есть карта, где можно себя... Хотя, вот, справедливости ради, это не самая лучшая пехотная карта. То есть, если мы берем всю вторую половину режима прорыв, то, ну, там тупо метро в заперти. Это не тот геймплей, который я люблю. И в Battlefield 3 или Battlefield 4 я, в принципе, ненавижу такой геймплей и на нем никогда не играю, потому что, ну, как бы, есть более хорошие примеры пехотного геймплея в тех играх. Ну, а здесь, когда на безрыбье, и рак, как говорится, рыба. Стоит ли покупать игру после выхода второго сезона? Я думаю, что нет. Ради одной пехотной карты и восьми карт, ориентированных под технику, ну, если вы любите играть на технике, то, пожалуйста, 2042 вам принесет море удовольствия, если, конечно, ваши нервы выдержат очереди на технику. Ну, потому что у нас там жесткие лимиты на технику. А если вы все думаете, покупать, не покупать, знаете, я вам так скажу, вот есть EA Play, самая дешевая подписка, там 10-часовая версия 2042, вот попробуйте, ну, и решите для себя. А так, ну, я бы не стал бы. Лучше уж купить Modern Warfare 2022 года. Думаю, на этом все. Увидимся с вами совсем скоро. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok